Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat X Mobile, а именно проходить охоту за реликвиями. Собственно, я ждал, очень долго ждал этого момента, наконец-то я смогу проградить себе ещё одно слияние Шаокана. Давайте, кстати, с этого и начнём. Выбираем Шаокана и нажимаем, конечно же, оживить! Давай, давай! Ой! Мы уже с вами, по-моему, пару раз проходили охоту за реликвиями. В первый раз нам пришлось потратить несколько душ, и во второй раз нам, мы прошли, абсолютно не потратив, нисколько душ, что я постараюсь повторить. И сегодня, надеюсь, у меня это выйдет. Давай, вставай, смертный. Точнее, бессмертный. Встаёт. И сколько же у нас будет слияния получается? Уже... Пятое или шестое, я не могу понять вот этого. 35 тысяч атаки, 65 тысяч здоровья, и того получает 40 тысяч атаки, 74 тысячи здоровья при шестом уровне слияния. И до следующего слияния мне нужно ещё... Ой, как далеко, поэтому это мы с вами только на следующей охоте за реликвиями уже набьём. А сейчас давайте проходить охоту за реликвиями. Мне пришлось немного отойти, и поэтому мы начинаем буквально на следующий же день, да. Я слишком поздно освободился, поэтому проходим и сейчас. Ладно, ваш отряд. Ваш отряд может состоять из любых персонажей в вашей коллекции. Интересно, на самом деле. Давайте по фильтрам отсортируем по атаке, как я люблю обычно. И соберём себе отряд. Ну, Триборг мне, скорее всего, понадобится. Фарон, Ермак тоже, Шаокан тоже. Вот кто мне не понадобится? Кого я могу использовать в качестве своего основного персонажа? Кто у нас будет драться? Это должны быть персонажи не седьмого уровня слияния, а внешнего мира. Я думаю, соберу команду как раз-таки из персонажей внешнего мира, не алмазных и не седьмого уровня слияния. Так, кто это может быть у нас? Может быть, Головорез Кану? Нет. Или да, или да. Я вот думаю, интересно было бы. Нет, 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 нет. Может быть, добавить Таню? Давайте Кобудзюцу отряд создадим. Но не Кобудзюцу, а именно из Тёмных Императоров. И ещё кого-нибудь добавим. Я вот думаю, кого добавить на самом-то деле. Может быть... Хм, интересно. Интересно, может быть, добавить Кунзиня, только другого, а не этого, который даёт всем плюс одну шкалу силы. Наверное, я так и поступлю. Будет у нас такой отряд. Какой он получается? Четвёртого уровня слияния и Кудзинь пятого. Хотя, по сути, смотрите, вот Кудзинь пятого, да? Но персонажи четвёртого уровня слияния гораздо лучше, чем сам Кудзинь. Сыграем, наверное, первую башню именно такой. Команда, она должна быть простенькая. Должно её легко пройти. Ну что ж, погнали. Пройдём с вами все башни сегодня. И получим, наконец-то, дофигища осколков. Но главное, главное, что мы получим, это много душ. Именно ради душ я и прохожу сейчас. Ну и ради осколков тоже, на самом деле. Потому что Шао Кану слияние тоже я хочу поднять ещё раз в следующий раз. В этот раз мы, конечно, ещё одно слияние поднять не сможем. Но вот... Душ на фарме, те осколочков. И на следующий раз тогда уже точно хватит. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Ну, первые бои самые лёгкие. Первая башня вообще несложная. Тут даже вроде босса в ней нету. Поэтому мы будем выносить противников, ну, чисто за пару секунд. Люкан у нас ещё, к тому же, в самом начале оглушает противников и наносит им криты. К сожалению, не работает смертельный урон, который только в воинах фракции работает. Но и так неплохо. Потому что, ну, противники действительно слабенькие. То есть, вы посмотрите, вот раз-два и всё. И мы, в принципе... Ну да, естественно, дрожь иногда с каким-то там процентом вероятности меняет нам персонажа при вступлении в бой. Поэтому как-то так. Давайте первый спецприём используем. Добьём нашего Кану. Он даже блок вроде не поставил. 13 тысяч урона первого спецприёма. Нормально так. Идём дальше. А кудзынь это особенно. Ну, получаем... О, не дземим Джонни Кейдж! Нифига себе! Чё вот так прям на халяву? Серьёзно? Ещё одно слияние? Блин, это круто на самом деле. Ну ладно, первое слияние. Молодец. Нет, спасибо. До свидания. Ваш отряд... Блин, ну это круто. В прошлый раз, как вы помните или не помните, но мне в прошлый раз именно здесь же, именно в первой башне, и именно вот тогда вот, когда я стал её проходить, именно в этом же бою выпал тот же самый Джонни Кейдж. Теперь он у меня прогрежит слияние. Я чё буду при прохождении битвы... Слияние для этого... Для Джонни Кейджа? Ниндзя Мима? Или мне просто очень повезло так? Триборг, ты был всегда здесь? Я чё-то не припомню тебя. На самом деле, может быть, тут какие-то разные персонажи всегда встречаются? Чёрт его знает. Ну, блин, классно. Я получил персонажа, которого не получить другим способом. Ну, разве что этим можно получить в качестве ежедневной награды. Мне бы хотелось, конечно, получить ещё этого. Как он называется-то? Сейчас скажу. Скорпиона Золотого. Инжастис, по-моему, он называется. Скорпион Инжастис. Это единственный персонаж из всех вот этих вот эксклюзивных персонажей, которые выпадают в дневных наградах, которого у меня пока ещё нету. Курнирный Куан-Чи. Ну, как вы видите, мы всех легко выносим. Хотя, блин, наверное, зря я использовал Люка, но это всё-таки хороший персонаж из преисподней. Я думал его использовать в качестве основного бойца. Я чё-то забыл, что он из преисподней. Ну, если чё, просто восстановим его энергией. Ну, чё, там одна душа мелочь на самом деле. Барака Кара. Тёмная императрица Китана. Предательница, а не Кобудзюцу. Не такая, как у меня. А может и Кобудзюцу, фиг её знает. Сейчас увидим. Ну, вроде предательница была. У них прически немножко различаются на самом деле. Ну, ждём загрузки. Давай, давай, давай. Карабарака, здорово. Так, минус Карабарака. Дальше разбираемся с Тёмной императрицей. И предательницу Танью добиваем. Изи. Ну, первая башня проходится, знаете, как испытание первых башен. На среднем уровне сложности, то есть очень легко. Но дальше будет жёстче. Именно со второй башни уже начнётся жесть. Ну, и последнее, что нам нужно сделать, это разбить статуэтку бронзовую, насколько я помню, дракона. И мы получим с вами небольшую награду. Давай, Люкан, разбей её. Нажимаем двумя, тремя, четырьмя пальцами, в зависимости от того, сколько у вас... Ладно, в общем-то, разбиваем. Победа. Изи. Я даже не почувствовал. Идём дальше. А, ну да, надо получить сначала души. Души, это хорошо. И осколки, осколки можно? Спасибо. Целых пять штук. Всего за первое прохождение башни самой лёгкой. И следующая у нас башня. В вашем отряде должны быть только персонажи из преисподней. Вот здесь надо было Люкана оставить, что-то я протупил. Страшного ему, если чё, можно просто восстановить энергию. Давайте сейчас посортируем персонажей из преисподней. И какие у нас самые сильные. И самый сильный это у нас порождение Ада Скорпион. Наверное, он и будет сражаться. Также у нас есть Люкан и есть ещё Холодная война Скорпиона. Может быть, мы соберём себе какую-то другую... Да не, нормальная команда, мне нравится. Мне нужно только выбрать ещё кого-нибудь, кто ещё мастером единоборств у нас является. Вот, вот это Скорпионы. Поэтому, наверное, классического Скорпиона всё-таки возьму, чтобы он получил у нас баф. Либо можно Тёмного Рейдена взять. Тоже хороший пацанчик, тоже нам поможет. Кто вообще у нас хорошо блочит нашу финального босса, который будет Джейд? Кто против Джейд хорошо сражается из персонажей преисподней? Я вот думаю на этот счёт. Да вроде бы все они как-то не очень хорошо сражаются. Разве что можно красотку кожаное лицо использовать. Он будет, в принципе, неплохо дамажить. Но у него слишком низкие показатели. Я всё-таки, наверное, возьму просто самых сильных своих персонажей, не считая Кубу Цзюцу Таню. Или её тоже взять. Давайте её возьмём вместо Скорпиона. Потрачу, ладно, уж две души. Зато у меня будет идеальная команда. Восстанавливаем энергию. Подожди, только персонаж... Я не понял, а почему они... А, Таня же не персонаж из преисподней, точно. Зря восстановил энергию, ну ладно. Давайте возьмём тогда Скорпиона. Да? Нет-нет-нет, Скорпион, он не мастер единоборств. Тогда вот этого Скорпиона, классического. И всё, и погнали. Поставлю Императора Люка на первым слотом, потому что он у нас будет чисто наносить первые критические уроны. Если, если понадобится помощь, выйдет у нас Алмазный Скорп, ему поможет. Можно было ещё, кстати, выбрать этого, блин. Я сразу не подумал. Надо было взять Кун Лао из преисподней. Тогда бы он давал нам ещё одну шкалу силы. И в итоге у нас было бы три шкалы силы. Ну, не три, две с половиной, если быть точным. Давайте матку Девору добьём. Я никакую экипировочку на них не ставлю, потому что эту башню мы тоже должны беспроблемно вроде пройти. Разве что на Джейд можно будет, я не знаю, там Молот Гнева какой-нибудь экипировать на Скорпиона Порождение Ада, к примеру. И будет нормально. Но Джейд здесь очень жёсткий босс. Или подождите, или в этой башне Джейд босс. Там вроде Рейден, или в следующий Джейд. Нет, вроде в этой Джейд. Я уже и путаться начинаю, не помню точно. Ловкий рептилия. Хорошо, посмотрим, насколько ты ловкий. Чуть не очень. Опять же, Люкан почему-то стоит не первым, но да ладно. Видимо, разработчикам виднее, кого ставить. Первыми. Следующий бой. Это у нас очередная победа, уверенная. Получаем 5 душ. Осколка дадут. Нет. Рейден, тёмный дух. Ермак, фараон, Ермак. О, кстати, фараон, на котором мы с вами проходили испытания. Ещё также надо будет мне записать после этого видоса обзор на фараона Ермака. Естественно, как мы откроем с вами кучу паков с душами. О, да. Блин, хочу открыть уже поскорее паки, но пока душу ещё не нафармил, надо нафармить души. Минус первый. Фараон Ермак также отлетает. Ну и давайте второй спецприём используем. Не знаю, почему второй. Просто потому что могу. Минус. Ну это, конечно, тут овер-дамага. ДМГ идёт намного-намного. Поэтому, ну, это пока изи. То есть бойцы, которых мы будем встречать, они все будут простые в этой башне. Я боюсь только разве что босса. Вот она может быть действительно серьёзным. Джейсон Вурхи Слэшер, Тёмный Властелин Каталькан и Кракен Рептилия. Против нас. Ну давай, удиви меня. Я, знаете, как сделаю? Я кое-что придумал. Я придумал кое-что интересненькое на самом-то деле. И проверим, сработает это у нас или нет. Я знаю, короче, как побыстрее победить босса. Поэтому мы сделаем сейчас следующее. Давай, вставай. Да, он использует первый спецприём. Неприятно, конечно, немножечко жизни потеряем, потому что кровотечение на нас накладут. Наложат. Всё, первый пошёл. Второй раз я тебе спецприёмом не дам меня ударить. Не надо мне больше кровотечения. Давайте сменим на Скорпа. Первый спецприём, он его через блокбрейкер идёт. Поэтому кровотечение... Нифига себе, я тебя два раза ударил! Как он это сделал? Серьёзно? Читы какие-то, блин. Серьёзно? Вообще наглый. Окей, ладно, идём дальше. Постараюсь пройти эти башни вообще без потери персонажей. Постараюсь ни разу не потерять ни одного из персонажей. Надеюсь, у меня это получится. Следующие бои против Чернокнижника. Почему он первый? Почему он первый? Игру в Косте Шинока, неостановимого Джейсона Вурхиза. Окей, погнали. Здесь можно было, кстати, вообще не терять здоровье у команды, если вовремя менять персонажей. То есть Джейсон воскрешается, меняете персонажей, используете первый спецприём, добиваете противника, он снова воскрешается, вы снова меняете персонажей, снова используете спецприём и так до бесконечности. Потому что в этой команде достаточно много спецприёмов есть с самого начала игры. Если бы я ещё взял Кун Лао, было бы ещё лучше. Так, ну Джейсона мы добиваем, снова используем первый. Ну как снова? Первый раз? Да в смысле ты не использовал первый спецприём, Люкан? Что ты творишь? Почему он меня не слушает сегодня персонажей? Я вроде бы нажал первый спецприём, он отменился что ли или что? Ну Шинока я тоже первым спецприёмом убью, не хочу от него тоже получить первый спецприём. И так здоровья уже много достаточно потратил, он мне ещё с Джейсом сражаться. Следующий бой у нас против как раз таки босса, Ассасин Джейс. Ассасин Джейс, 115 косарей здоровья. Смотрите, как мы сейчас сделаем. Мы сейчас возьмём Скорпиону, поставим Молот Гнева. Я кое-что интересное придумал. Так, Молот Гнева давай сюда. Я не буду ещё что-то там экипировать, я думаю, я выиграю и так, поэтому сделаем сейчас следующее. Начинаем бой. Сейчас на босса Джейс должна в начале матча скастоваться оглушение. И мы попробуем сделать одну такую очень-очень быструю вещь, пока у нас работает оглушение. Давай, начинайся игра. Ждём, 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 ждём. Так, быстро меняем на Скорпиона, второй спецприём. И отлично, Джейс не сможет увернуться. Максимально пытаюсь набить. Блин, только 95% набил отстойно. Но всё равно очень большой урон, как мы видим. Она использует рентген. Скорее всего, наш Скорпион сейчас попрощается с жизнью. Хотя у неё атаки не очень много, поэтому, скорее всего, он выживет, я думаю. Да, он выжил, у него остался ещё даже первый спецприём. Так, не добивающий не используем. Больно. Больно, но не смертельно, как говорится. Ещё наносим несколько ударов. Можно попробовать сейчас использовать второй спецприём. Может быть, проканает. Блин, не успел, не успел на самом деле. Я хотел нажать сейчас спецприём, но она меня убила. В итоге я уже зафейлил свой челлендж, типа не потерять персонажей. Хотя нет, смотрите. О-о-о, ну ты попала. Нет, я всё-таки не зафейлил ещё челлендж. Я ещё не потерял персонажа. А вот босс, кажется, отлетает сейчас. Да, ези, спасибо бессмертию. Вот именно поэтому и стоит качать таланты на бессмертие, на самом деле. Потому что он достаточно часто срабатывает. Ну что ж, молодцы, справились мы. 10 душ получаем. И того 1877, осталось ещё 123 души. И сможем купить себе четвёртый пак. Ну и давайте разобьём серебряного змея. Ну давай. Только не подведи меня, Люкан, пожалуйста. Так, накапливаем, накапливаем. Всё. В центре. Теперь можно. Изи вин, как говорится. Башня вторая была лёгкая на самом деле. Здесь главное быстро вынести джейд, рентгентом, зарядителя типа того. О, 10 душ получаем. И, конечно же, 10 осколков. Нифига себе, что-то много дают, на самом деле. Осколков, я думал, поменьше дадут. И следующая башня у нас третья. В вашем отряде должны быть только спецназовцы. Первого уровня слияния или выше. А я вас понял. Приступаем. Фильтр убираем на преисподнюю. Ставим фильтр на спецназ. Вот он у нас. И кого возьмём? Ну, 100% мы берём с вами охотника на нежи Джонни Кейджа. Я думаю, брать классического Джакса Брикса или нет? Или всё-таки пофиг на него? Я думаю, пофиг. Он алмазный персонаж. Мне ещё алмазные могут пригодиться. Хотя вот Скорпион, я зачем-то за него сыграл. Ну, ладно, не важно. Просто создадим вот такую команду с двумя Джонни Кейджами, с Сони и Блэйд. Я думаю, мы справимся. Джонник у меня хорошо прокачен. Должен затащить катку. Я по крайней мере надеюсь. Я уже не помню, кто там босс идёт вообще. Наверное, какой-нибудь жёсткий чувак или не очень. Ну, я надеюсь, что мы справимся. Такс. Джоннику надо было, видимо, молот гнева экипировать, чтобы побольше атаки наносил. Я думаю, я так и сделаю после конца этого боя. Можно же во время боя менять экипировочку, я надеюсь? Ну, во время прохождения башни. Не во время боя, конечно. Первый пошёл. Минус. Замечательно, Джон. Справляется очень даже неплохо. Чувствуется, чувствуется, что коллекция становится сильнее. Ну, это мусор, это мне не надо. Давайте я экипирую на него молот гнева, если это возможно. Да, это возможно. Молот гнева, давай сюда. Можно также маску Дромина, чтобы сопротивление к урону сделать у него. Она же даёт сопротивление, если не ошибаюсь. Уменьшение, только сопротивление. 15. Да, сопротивление к смертельному удару. Но это только воинок фракции. А, он уменьшает вот критический удар, но мне это неинтересно. Давайте, ну ладно, пусть будет, раз уж поставил. Также я хочу перчатки скандалиста добавить на Джоника. Они увеличивают на 25% урон от основных атак. Это будет очень даже сподручно. То есть мы увеличим сам урон и криты от молота гнева у самого Джонни. И после этого ещё оденем перчаточки, чтобы увеличить ещё больше урон от обычных атак. В итоге мы должны за пару ударов валить чисто противников. Ну да, естественно, за пару ударов. Ещё бы, блин. Надо было использовать первый спецприём. Не знаю, чё я сглупил. Блин, дурацкая огонь. Не люблю огонь. О, мне сменили персонажей, спасибо. Я как раз это сам хотел сделать, чтобы Джонник на фоне хотя бы чуть-чуть отхилился. Давай. Как-то так. Минус Роннин Кенши, но и остаётся добивать только одержимого. Фух, успел быстро добить. Соня не потеряла здоровье практически от огня. Ну всё, давайте продолжать. Джеки Брикс Кибер, Кудзинь Шаолинь. Ещё там монах какой-то был или типа того. Опять же, у них должны быть первые спецприёмы благодаря вот этому Шаолиню Кудзиню. И это мне немножечко напрягает. Но я думаю, они не успеют их использовать. Я надеюсь на это. Постараемся первого чуваку сразу спецприём убрать. А нет, у неё нету спецприёма. Он же только мастерам единобор сдаёт спецприёмы. Типа вот тебя. Нет, я первый сделаю. Не получится у тебя сделать спецприём. Вынесли. Here's Johnny, следующий бой. Кто у нас следующим выступает? А, ну да, опять душ. Давай сюда, это всегда прикольно. Мне нужно драться против огненного кулака Люкана, Саб-Зиро, Триборга и Соня Блэйд. Холодная война. Один из ваших спецприёмов недоступен. Скорее всего, первый спецприём у нас заблочен. Но мы без спецприёмов сможем справиться, я думаю. А если заблочен второй спецприём? Да, вообще не важно. Я второй спецприём вообще не собирался использовать в этом прохождении. Ну, по крайней мере, прохождении этой башни. Я надеюсь. Хотя нет, вы против босса, может, я его использую. Нет. Смотрите-ка, первый заблочен. Можем использовать второй. Даже не знаю, есть ли смысл в этом какой-то, потому что противники вряд ли смогут свои спецприёмы набить. Разве что вот Триборга вынести побыстрее, но надо сначала, опять же, чтобы у него щит дебильный спал. А здесь это уже и не нужно. Мы выиграли. А мы идём дальше, идём дальше. Ещё 10 душ. Блин, как же мне нравится, когда здесь так много душ выпадывает. Скорпион, спецназ, причём первый, смотрите, стоит. Это огромная ошибка. И также секретность Касси Кейдж и охотник на нежить Джонни Кейдж. У них, опять же, нету никаких спецприёмов. Мы должны их завалить легко. Ждём загрузку. Очередную. Загрузилась. Первый пошёл. Минус Скорпион спецназа. Я хочу его просто именно спецприёмом убить, потому что он... Ну, он меня бесит, на самом деле. Сейчас мне снова отнимут энергию, да, я не смогу опять использовать первый спецприём. Некоторое время, но теперь добить могу ему. Не знаю, почему я так спешу, типа, побыстрее добить спецприёмом. Никакой угрозы не несёт. Чисто 2-3 удара нанести, и мы выиграли. Ну, на всякий случай, знаете, мало ли я там случайно пропущу атаку противника, и в итоге меня босс добьёт. Ярость. Враги восстанавливают силы гораздо быстрее. Против нас Сирай Такеда, Бадзюцу, Кудзинь и старший бог Кенши. Не страшно, на самом деле. Достаточно простая команда. Там нету, по крайней мере, у этого Шаолиня, Кудзинь. Если бы был Шаолинь вместо Бадзюцу, он бы дал всем первый спецприём, и нам было бы немножко посложнее драться. А так-то чё, так изи будет. Самые сложные бои как раз начнутся в последних двух башнях. Особенно в последней. Последняя будет вообще жесть полная. Не знаю даже, повезёт ли мне в этот раз, и смогу ли я её пройти, не потратив душ. Хотелось бы, конечно, очень хотелось бы, но я пока не уверен. Фух, не использовал он первый спецприём. А вот у Кенши есть, поэтому я ему его заберу сейчас. Да блин, нифига себе, вы видели, как он быстро силы накопил. И при том нанёс мне офигенное количество здоровья урона. Урону по здоровью. Он успел ударить. Обычно Джонника никто не успевает, а Кенши как-то успел, видимо, из-за того, что мой спецприём прилетел в блок. Ну и последний босс у нас. Это Скорпион, Холодная война. У него 63 тысячи здоровья и 16 тысяч атаки. Я думаю, если он использует против меня рентген, будет не очень круто. И, скорее всего, Джонник отклеится. Но я буду надеяться на лучшее, что он выживет. Мне бы второй спецприём накопить и ваншотнуть. Скорее всего, второй спецприём ваншотнет нашего Скорпа. Иммунитет к длительному урону. Это не страшно. Нифига себе, вот это урон. Может быть, даже первого бы хватило, на самом деле. Он использует второй. Можно? Ну да, вот эта штука бесячая. Надо сменить персонажа теперь. Потому что, если дерёмся типа 10 секунд... Ну, серьёзно, два вторых спецприёма. Но я всё равно не потерял... Не потерял этого персонажа, поэтому мой челлендж ещё не зафейлен. Опять сработало бессмертие, блин. Оно меня выручает, серьёзно. Оно меня так часто выручает. Ну и всё, осталось только разбить нашего золотого змея. И мы пройдём с вами уже третью башню. Очень быстро прошли башни, на самом деле. Я думал, будет гораздо дольше. Ещё бы я меньше болтал, тогда было бы ещё быстрее. Давай, давай. Только... Интересно, а что будет, если не разбить змея? Это будет типа фейл? Типа не пройдена башня или что вообще как? Я ещё, кстати, ни разу не видел, чтобы герои не разбивали змеев. И я не знаю, как это вообще будет. Что произойдёт при этом? И проверять как-то не очень хочется, на самом деле. Особенно в битве с Шауканом. В вашем отряде должны быть только мастера единоборств. Третьего уровня слияния или выше. Но это будет легко, я думаю, мы справимся. Кстати, я забыл это сделать. Чуть-чуть потише, то, может быть, у вас там орёт. В вашем отряде... Да-да-да, мастера единоборств. Это я понял. И переключаем фильтр. Убираем фильтр спецназовцев, ставим фильтр на мастеров единоборств. И кого мы будем использовать? Триборгов, конечно же. Ну, одного триборга, Кенши и ещё кого-нибудь надо взять. К сожалению, у меня больше нету триборгов третьего слияния. Хотя нет, вот смотрите, Сайр, сектор есть. Может быть, сектора взять? А других у меня нету. Другие у меня, по-моему, да. Смок у меня второго, а Сабзира у меня вообще первого. Поэтому возьмём чисто одного триборга. Пусть это будет у нас сектор. Не хочу брать здесь, восстанавливать энергию порождения. Хотя, блин, это так притягательно иметь первый спецприём в начале матча. Но, блин, поджигать-то противников тоже хочется на самом деле. Непростой выбор на самом деле. Может быть, Скорпиона всё-таки взять. Да, я, наверное, возьму Скорпиона. Всё-таки очень притягательно иметь первый спецприём. Восполним энергию и погнали. Кто там против нас, я уже не увидел. И важно. Блин, надо было всё-таки брать сектора. Там Джейд ведь стоит. Мне надо было поджечь. Хотя, я не знаю, когда использует первый спецприём сектора, он поджигает только... Не, он, по-моему, только активно поджигает. А остальных нет. Которые именно стоят. Ну, Сайрокс должен вообще просто на изи всех разматывать. Я забыл, ему, кстати, молот гнева экипировать и перчатки те же самые. И броню ещё. У него, по-моему, ничего вообще не стоит из-за его экипировки. Если вообще стоит хоть какая-то экипировка на самом деле. Главное, чтобы... Да, блин, Джейд. Благо, не нанесла урона практически. Главное, чтобы она вообще не нанесла мне урона. Попытаемся. Так, не ударяй меня. Фух, слава богу. Я не хочу, чтобы она ещё и первый спецприём на мне использовала. Я потерял здоровье в самом же первом матче. Ну, давайте экипируем уже всякие штуки на сектора. Пять душ. И я хотел бы экипировать на него некоторую экипировочку. Так, сюда. Первым делом, конечно же, перчатки скандалиста. Блин, обожаю. Это достаточно фиговая экипировка. У меня просто нету экипировки за алмазы. Практически никакой, кроме амулетика. И поэтому я использую в основном старую экипировку. И она топовая. Вот перчатки скандалиста из самой дешёвой экипировки. Мне нравятся больше всего. И также я возьму сейчас наш... Где броня? Я её, наверное, пропустил. Она где-то в самом начале должна быть. Потому что она у меня уже достаточно высокого уровня слияния. Да, вот она, седьмого. Экипируем и погнали. Теперь наш Триборг стал просто неубиваем, я не знаю, там 62 тысяч урона и 86 тысяч здоровья. Вот это жесть на самом деле. Плюс ещё первый спецприём готов. В самом начале. Ещё полколонки другого. Накопить на второй, чисто ваншотнуть босса будет. Изи, я думаю. Хотя я не знаю, сколько там второй спецприёмов Чил Триборга отнимает. Первый-то 100к примерно. Ниндзюцу Скорб первым у нас. Просто смотрите, через блок больше половины хп. Это жесть. Так, вот это было неприятно. Дофига здоровья потерял. Ну, как дофига? Не так дофига, конечно. Но неприятно. Сейчас, наверное, опять меня ударит. Да. Надо блоки ставить. Что-то я забываю о том, что не такой уж и хороший мувсет у нашего Цирекса. Он не может постоянно, беспрерывно атаковать, чтобы его не били. Это вам не Джо, не Кейдж, охотник на нежить. Это вам не Кенш. Он так и не умеет, к сожалению. Время. Скорпион и Джастис, Кэсси Кейдж. Блин, неприятная, кстати. Неприятный противник, Кэсси Кейдж. Ну, да ладно. Я надеюсь, мы справимся. Следующий бой. Следующий бой. Загрузка. Ну, давай, 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 давай. Долго что-то загружается. Угу, Саб-Зиро, Криоманстер. Хорошо, что Криоманстер, а не этот вот, как его, не другой Саб-Зиро. Да, мне вот отнимают скорость. Хорошо, что не силу. Почему-то не отняла она силу. Видимо, сработало сопротивление урону. Я это сделал чисто, чтобы заблочить его физическую атаку. Сейчас я использовал второй спецпринем. Я понимал, что я попаду в блок, понимал, что не убью. Но он не успеет тогда ударить меня в ответ. После того, как я завершил бы свое комбо. Ну, это фигня какая-то падает, как обычно. Но мне упал уже Джонни Кейдж. Бронзовый. Это уже победа. Это уже очень круто. Если бы еще кто-то упал. Я не знаю, если любой персонаж вообще упадет. Неважно, там, за 100 душ. За 100 душ нету персонажей. За 100 с чем-то там душ упадет. За 190. Даже если просто рептилия ловкий. Там выпадет Джонни Кейдж. Какой-нибудь дублер. Я буду рад уже. Любому абсолютно персонажу. Если будет еще какой-то уникальный персонаж. Это буду рад я втройне, наверное. Я, правда, не знаю, выпадают они вообще в битве Шелкана или нет. Так, я... Нет, я, наверное, просто добью. Зачем использовать здесь спецприемы. А то еще он первее возьмет и использует, как это обычно бывает. Попасться на эту удочку снова я не хочу. Как при прохождении какой-то первой или второй башни. 10 душ получаем. Второй. Первую мы прошли очень быстро. Темная магия. Ваш отряд получает урон в течение битвы. Вот это вот вообще неприятно на самом деле. Это надо как можно быстрее вынести противников. Чтобы у нас осталось как можно больше здоровья. Иначе будет сложно. Иначе будет сложно. Потому что босс нас сможет ваншотить. А если он нас сможет ваншотить, это будет вообще не круто на самом деле. У нас, конечно, есть еще Скорпион. У нас есть еще этот... Как его зовут-то, блин? Кенши. Но все равно, все равно хотелось бы именно Сайроксом добить. Потому что у него больше урон. Кто еще проиграем? Фиг его знает. Ну, начинается. Вот почему именно сейчас они решили в ответку меня ударить? Черт его знает. Давай еще оглушение сработает. Пофиг на сопротивление. У нас его типа нету. На самом деле есть. Но оно почему-то не работает. Давайте второй спецприем пошел. Пожалуйста. Есть. Отлично. Не в блок. Добивай, добивай быстрее. Фук. Потерял, правда, много здоровья. Очень много. Босс все равно теперь, скорее всего, ваншотнет. Ну, посмотрим на его характеристики. Увидим, ваншотнет, не ваншотнет. 10 душ. Давай сюда. Это его 1966 душ уже. Соня Блэйд классическая. Скорпион классический. Классический Саб-Зиро. Ну, это вообще легкий бой будет, на самом деле. Я в нем вообще не вижу никаких проблем. Тут ни у кого не будет дополнительной энергии. Никто не будет там высасывать жизни твоей. Времени нету. Урона постепенного нету. Поэтому этот бой должен быть достаточно простым. Я бы даже в этом бою, наверное, мог переключиться между персонажами. Подраться за других персов. Чтобы восполнить небольшое здоровье Сайрексу. Так, Сонька. Пожалуйста, не ударяйте меня в ответ. Спасибо. Ну, Сайрекс очень жестко выносит всех. Сильный персонаж, наверное, самый сильный в моей коллекции. Так, давайте третий спецприем используем. Потому что могу. Потому что могу. Я не помню, что он там творит, кстати. Третий спецприем. То ли просто наносит урон, то ли какую-то фигню накладывает. Вряд ли это мы сейчас узнаем. Хотя, может быть, и скажут, что там наложилось. Что наложилось-то? Давайте, показывайте. Не, ничего не наложилось. 136 тысяч урона. Причем не Критом еще. Если бы Крит вылетел, то вообще было бы, наверное, 1260. Это было бы очень жестко. 15 душ получаем. Почти 2000. И предпоследний бой против Китаны Деня Мертвых. Охотника над за головами Эрона Блэка и Темного Рейдена. Я думаю, это будет просто. Тут тоже никто особо не владеет спецприемами начальными. Никто особо хорошо не дерется. Поэтому мы должны всех с вами заваншотить. Быстро. Это будет просто и быстро. Самое больше всего, что я боюсь, это получить рентген от босса в начале матча. То есть, если мне сразу вынесут Сайрекса, будет вообще не круто. День Мертвых Китана. Они, правда, хилиться будут из-за Китаны. Но это дело десятое, потому что... Ясно, ясно, я тебя понял, Китана. Так, минус Китана сразу идет. Теперь Рейден. Рейден, Рейден. Давайте первый спецприем используем. Потому что я не хочу оставлять Рейдена здесь. Ой, ты даже не поставил никакого блока. Ну тогда прощай, чувак. Изи. Это было легко. Ну и что ж, у нас остался только финальный бой с боссом. Кто же там босс-то? Я уже забыл на самом деле. Я помню, что только последний босс-то вроде Рейден темный будет. Татарканское кимоно, кстати, падает неплохо. Экипировочка улучшается. Ну и босс Барака. 16 тысяч урона, 135 здоровья. Не, он не вынесет нас. У него слишком мало атаки. У него, конечно, очень много здоровья, но атаки очень мало. Поэтому даже если он использует свой спецприем, третий Рейден, он нас не вынесет. Потому что у нашего Триборга очень много здоровья. Даже несмотря на то, что половины этого здоровья нету, его не настолько мало, чтобы не пережить третий спецприем. Главное, чтобы он только два раза подряд не сделал его. О, он даже не поставил блок. Вы посмотрите, в самом начале мы просто его сейчас можем заваншотить. Да так и есть, легко. Это было изично. Это было очень легко на самом деле. Чисто второй спецприем, больше 135 косарей урона. Изи вин. Триборг справился. Вот это я понимаю персонаж. Вот это классный персонаж. Ну и что, осталось разбить только змея, не фритового на этот раз. И будет последняя башня, самая жесткая. Но теперь у нас есть Шаокан, достаточно высокого уровня слияния. Мы его сейчас экипируем. Он у нас будет одним из главных бойцов. Ну и также возьмем каких-нибудь персонажей, которые позволят нам хилиться. Либо истощать противника. Но одно из двух. Нам и то, и то, на самом деле бы понадобилось. Но и то, и то не получится взять. Либо придется жертвовать тогда характеристиками персонажа. Я не хочу, потому что... Тогда операция будет под угрозой срыва. 15 осколков. И... О, еще одна карточка экипировки. Замечательно. Уже шестое слияние получается у Джейсона на маске. Угу. Ну и проходим. С вами осталось пройти только последнюю башню. Пятую. В вашем отряде должны быть только алмазные персонажи. Или персонажи из внешнего мира седьмого... Ну тут написано седьмого уровня слияния или выше там написано. Ну ладно, давайте приступать. Сейчас я только передохну чуть-чуть. Вот она последняя башня. Я собрал нам команду. И давайте посмотрю, что я на них экипировал. Значит на рептилии у меня кислотная кровь. Когда рептилии атакуют, брызгая его кислотной кровью, ну бла-бла-бла, все понятно. Как бы все пассивку рептилии знают. Экипированный у меня большой нож. Нож добавляет мне именно 48% увеличения от основной атаки. Также у меня экипирована броня ящера. Это дает неплохой бонус к здоровью. И 18% самоисцеления после выполнения спецприема 3 или атаки рентгена. И также на рептилию у меня экипирован дух дракона, который дает 15% бонус к заряду силы. Мне это нужно. Мне это понадобится. Мне нужно будет заряжать третий спецприем за рептилию и атаковать ей. Так, им. Ладно. И ей. Также у меня стоит Шаокан. Шаокан у меня тоже неплохо экипирован. И лучше всех, наверное, среди всех бойцов. У меня экипирован на нем Молот Гнева, который повышает шанс критической атаки и атаку саму. То есть 20 бонус к атаке, 1 очко начальной силы. Если Шаокан используется шлем, Шаокан получает дополнительное 4-ое отделение на шкале силы. И 30 повышение шанса критического удара. То есть Молот Гнева вообще имба. Можно было его и на рептилию поставить, но я решил, что не надо. 29,5% повышение шанса критического удара для Шаокана. Шаокан 1 очко начальной силы. Ну и Шаокан, если используется Молот Гнева, Шаокан получает дополнительное 4-ое отделение. Но это мы уже читали. Также на нем экипирован эликсир души. Эликсир души дает бонус к лечению. Но это мне вообще не нужно. Я его взял чисто из-за 15% уменьшения расхода силы на все спецприемы. И также на 3-й, 4-й предмет, который на нем экипирован, это камень шансуна. Он 10,5% уменьшения расхода силы на все спецприемы. Опять же, и 21% бонус к лечению. Но это пока не интересно. Это все чисто, знаете, так, чтобы просто поддерживать рептилию в случае нужды. Ну и, собственно, Ермак. Также у меня достаточно просто экипирован. Именно дает у него его родной медальон душ. 14 бонуса к заряду силы процентов. И 14% самоисцеления после выполнения спецприема 3 или атаки рентгеном. Но это нам тоже вряд ли понадобится, скорее всего. И маска Дромина чисто, чтобы танковать урон. То есть уменьшение урона, получаемого от основных атак на 20%. 30% уменьшения шанса критического удара. 30% сопротивления к смертельному удару. Но только в воинах фракции, поэтому это не важно. И 15% увеличения боевого рейтинга тоже не важно. Я чисто его за сопротивление с всем эффектом взял. И тигровый глаз кентара. Ну не всем, а там, что там было. 48% увеличения урона от основной атаки. Это очень даже неплохо. Именно только ради этого я и взял. А второе, оно только для кентару и работает. Не очень топовая экипировка. Но это, знаете, это что-то такое почти лучшее, что я нашел. Я, конечно, уверен, мне можно было что-то лучше придумать. Я не знаю, как именно точно подбирать пока что экипировку на персонажа. Но я думаю, именно такая будет как раз-таки неплохой экипировкой. Блин, надо бы, конечно, рептилии побольше. Вот надо было ему молот гнева, конечно, дать. Но, блин, Шаокану тоже... Тоже он должен, я не знаю, как-то поддерживать, что ли, рептилию. Поэтому погнали. Думаю, у нас все получится. А если не получится, ну... Печалька, что я могу сказать. Но я буду верить в то, что все-таки получится. Мне надо копить третий спецприем на рептилию в любом случае. Если особенно нас сильно поранят. Можно было также рептилии дать. Я не знаю, там какой-нибудь блок-брейкер. Но блок-брейкер иногда плохо работает. То есть, если вы там делаете блок-брейкер, но противник потом ставит блок и атакует вас в ответ. Это не очень всегда хорошо работает. Так что будем так справляться. Первый пош... Ты серьезно, рептилия? Почему ты не использовал первый спецприем? Попытаемся сейчас сменить... Ну да, конечно, сменить на Шаок... Я хотел сменить на Шаокана! Я не хотел танковать этот огромный урон! Серьезно! Давайте хватаем мили, но нам не нужен этот противник. Мы его сразу выносим. Сколько урона, интересно, будет от удара? 73 тысячи! Нифига себе жестко! Так, рептилия снова. Идет оглушение. Плюемся. Победа! Теперь надо как-то рептилии восстановить здоровье, которое он потерял на самом деле. И черт его знает, как это сделать. Разве что третьим спецприемом. Но, я думаю, мы не сможем накопить на третий спецприем. По крайней мере, не во втором бою. Но сейчас проверим. Токеда, Серерию, Три Барксерекс. Нет никакого испытания, меня не обманывает. Ничего, все нормально. Ну ладно, давайте тогда так драться. Я думаю, здесь нам не понадобится другой персонаж, поэтому поиграем за рептилию все еще. Или Шаокана выбрать, я вот думаю над этим. Может быть, сменить на Шаокана, пусть рептилия хилится. У него там есть небольшой бонус, по-моему, к лечению. Или у него бонус от... Как это сказать? От чисто спецприема. Вроде только от спецприема, а не пассивные бонусы к лечению. Я мог бы экипировать еще, опять же говорю, бонусы к лечению пассивные ему. Но почему-то решил, что набор силы будет важнее. Не знаю, почему я так решил, просто... Ну, так вот решил и все. Добил? Я надеюсь, что добил. Так, Сайрокс у нас следующий. Давайте его сразу вынесем, я не хочу особо церемониться с ним. Сменю на Шаокана, использую просто второй спецприем. Чтобы рептилия чуть-чуть от... Я понимаю, он совсем на капельку там отхилится за то время, пока Шаокан наносит второй спецприем, но отхилится же все-таки. Все-таки отхилится. Немножечко, но отхилится. Победа. Получаем свои пять тысяч и также души сейчас должны дать. Я хочу души. Где мои души? Нету пока душ. Следующие противники. Великий Мастер Саб-Зиро, Ассасин Китана и Старший Бог Кенши. Опять ничего сложного. Должны справиться, в принципе, на изичах. Но самое сложное еще впереди. Я помню, какие там будут бои с этим, блин, Скорпионом спецназа. Это просто дичь. Я боюсь этого боя больше всех остальных, на самом деле. Плюс еще босса надо будет завалить. А это вам не хухры-мухры. Босс у нас темный Рейден, и он, по-моему, какие-то гадкие штуки делает. Ну, на Великом Мастере Саб-Зиро можно понабивать обычных ударов. Он вроде... Нет, он атакует в ответ достаточно больно. Хотел сказать, что он не атакует в ответ достаточно больно. Ага, конечно. У нас два персонажа противника истощают. Поэтому надо быть с этим аккуратнее. И сейчас вот сто процентов сейчас сказал, что надо быть аккуратнее, и просто получу сейчас истощение себе. Я вам говорю, такое всегда бывает. Давайте используем Шао Кана с его вторым спецприемом. И Экс. Постараемся медленно накопить. Да блин, я хотел медленно накопить. Ну ладно. Так, рептилия, пожалуйста, снова. Чёртов, дурацкое кровотечение. Давайте постараемся побыстрее её тогда вынести. Ладно. Только зря жизни потеряли, короче. Ну, хотя бы вынес. Хотя бы вынес. Уже неплохо. Если бы не вынес ещё, это было бы вообще эпик фейл. Потому что она бы сразу использовала спецприём. Ещё больше урона нанесла. У нас и так Шао Кан пострадал немного, на самом деле. Получаем карточку. Душ опять не дали, боже. Четёртый бой. В вашем отряде должен быть только алмазный. Так, это понятно? Вот, самый жёсткий бой. Самый, которого я больше всего боюсь. И именно против Скорпиона спецназа. Вот это будет жёсткий бой. Надо как-то постараться завалить Скорпиона спецназа первым. Это либо Шао Каном надо сделать, либо Рептилией. Но хочется и восполнить немного здоровья. Потому что здоровье нам понадобится. Наверное, сделают в следующих боях. А пока что давайте так. Пока что так. Ну, сейчас всё решится. Пройдём мы дальше или не пройдём? Но пока вроде неплохо справляемся. Хилл не нужен, как говорится. Я максимально, конечно, как мог, повысил Рептилией набор силы. Но только поможет ли это мне или нет? Такс. Мне кажется, здесь надо спецприём использовать, как ни крути. Давайте снова используем Шао Кана и добиваем сразу Скорпиона. Я не хочу, чтобы у нас с ним были какие-то проблемы. В принципе, мы его точно вынесем. Да, тут 73 тысячи урона. Приходит это дофигища просто. Так. Не знаю, должна ли она сейчас использовать свой спецприём. Пожалуйста, молот. Никакого тебе молота. Ясно, понятно. Ну, хотя бы вынести её первым спецприёмом, я думаю. Сейчас я накоплю побольше. Ага. Чтобы снова сменить персонажа и снова использовать молот. Убьёшь? Убьёт, по-моему, молотом. Да, много урона. Она носит целых 40 косарей. И мы, в принципе, без потерь прошли этот бой. Это очень хорошо. Смена персонажей рулит. Особенно с молотом и с большим количеством силы. 20 душ получаем. Наконец-то душ. И 2016 уже хватает на пак. А у нас пятый бой. Один из самых сложных боёв это будет против Джейд Ассасин, от Роди Девора и предательницы Тани. Главное не зафейлить. То есть не получить спецприём в ответку. Не знаю. Если получится, постараемся вынести Джейд побыстрее. Если не получится, ну, не получилось, что я могу сказать. У нас нету истощения. То есть мы играем без истощения. Обычные игроки играют обязательно с истощением. Там, допустим, Скорпиона Спецназа, либо Рейдена Алмазного используют. Ну, либо других чуваков, которые истощением владеют. Типа с первыми спецприёмами. У нас вообще нету истощения ни у одного из персонажей. Так. Сейчас получим небольшой урон, конечно. Но надеюсь, Джейд сейчас сбежит. Ну, беги давай. Или я тебя убью сейчас. Молодец, сбежала. Я сейчас, короче, хочу накопить третий спецприём. Мне это важно сделать. На самом-то деле. Нет. Важно, очень важно сделать третий спецприём. Чтобы отхилить Рептилию, отхилить Шао Кана. Ермака, по-моему, полное здоровье. А, чё это я не провожу-то третий раз? Я же могу так делать спокойно вообще. Такс. Третий пошёл. Отлично, Рингян, замечательно. Вот именно то, что я и хотел сделать. Именно для этого я и взял Рептилию в эту команду. А именно ради его отхила третьего спецприёма. Ну, давай. Так, давайте постараемся её сразу же убить. Блин, слишком быстро убил, конечно. Отхилился буквально совсем на чуть-чуть. Но этого будет достаточно. Потому что, если бы меня сейчас ударили спецприёмом, скорее всего, это несло бы ещё больше урона, чем я бы отхилил по итогу. Поэтому я и постарался побыстрее вынести противников, а не, как сказать, не тянуть. Ну, Шоукан у нас полностью отхилился, что хорошо. В вашем отряд должен быть, да-да-да-да. Холодная война с Абзиро, холодная война с Соня Блейд, холодная война с Скорпиона. Топовая, кстати, команда, на самом деле. Хочу как-нибудь за неё тоже поиграть и снять, когда прогрежу её до нужного слияния, скажем так. Потому что пока что они у меня все разрозненные. У меня там, по-моему, самый слабый идёт с Абзиро. Он у меня то ли нулевого, то ли первого слияния. Дальше потом Скорпион, он у меня третьего или четвёртого. А, нет, сначала идёт Соня, она у меня, по-моему, третьего. А потом Скорпион, он у меня четвёртого. То есть они все такие, знаете, рандомные. А основные бойцы это как раз-таки Сабзиро и Скорпиона. Они у меня самые слабые практически. Ну, кроме Скорпотяк. Так, мне сменяют персонажи. Это не очень хорошо и не очень круто. Сейчас будет первый спецприём. Немножечко снесли мне здоровье. Но у нас есть бонус к набору силы, поэтому не всё потеряно, как говорится. Так, первый спецприём пошёл. Давайте оглушим противника. Так, почему... Фух, слава богу, успел. Слишком далеко стоял. Начал зачем-то ударять. Не знаю даже сам зачем. Давайте снова первый спецприём используем. Чисто чтобы ошарашить противника, скажем так, и оглушить его. По-моему, у Ермака первый спецприём также после удара накладывает оглушение. Снова шоу-кан. Давайте оглушаем противника. Я надеюсь, обычными ударами мы успеем сейчас добить Соню. Да, конечно, успеваем. Немножечко жизни потерял у нас Ермак, но в целом неплохо. В целом неплохо. В целом пойдёт. Мне бы ещё отхилиться сейчас. Я бы хотел отхилиться. Следующий бой против неудержимого Джейсона Вурхиза, Сектора Триборга и Слэшера Джейсона Вурхиза. Это будет достаточно трудный бой. И именно в этом бою мы должны с вами успеть накопить как раз третий спецприём за рептилию. И ещё немного отхилить отряд. Но в собственности мне надо именно рептилию отхилить. Потому что он у нас парень такой. Жёсткий. Ну, на Джейсоне будем набивать энергию, потому что его спецприёмами всё равно бить нельзя. Будем обычными ударами бить. Так вот, это было неприятно, Джейсон. Но никуда от этого не денешься. Вот здесь бы и пригодился, знаете, блокбрейкер, но, к сожалению, у меня его нету. Добьёшь, не добьёшь? Отлично, молодец, добил. Хотя такое себе на самом деле... Может, не надо, может быть, обычными спецприёмами его избить. Но хочется, хочется на самом деле накопить третий спецприём и всё-таки восстановить. Дайте, дайте, я так и сделаю. Я сейчас сделаю просто первый спецприём. Добью Джейсона. Ещё раз первый спецприём. Такс. Добиваем Джейсона. Теперь... Да блин, не хватило! Чуть-чуть не хватило восстановиться до третьего. О, хватило! Еее! Еле успел. Мы восполним сейчас очень мало здоровья, но всё равно восполним. То есть он даже при исполнении самого спецприёма чуть-чуть отхиливает рептилию. Буквально немножечко, но отхиливает. Вот смотрите, сейчас на полосочку жизней. Бац! 25 косарей урона. Ой, здоровье восполнилось. И это неплохо. Это очень даже неплохо. Теперь у рептилий побольше здоровья. И в итоге мы ничего с вами не потеряли. Другим персонажам вроде бы тоже чуть-чуть жизни восстановило, но очень мало. Восьмой бой у нас против нас Куанчи Чернокнижник. Турнир Куанчи и Мстительный Шинок. Уже серьёзная команда, но так как стоит первым Куанчи Чернокнижник, я думаю, никаких проблем с этим не будет. Я не знаю, стоит ли здесь отхиливаться на них. Мне кажется, надо подумать. Надо подумать. Не хочется упускать, так сказать, Чернокнижника. Хотя, может быть, он воскресит пацана, и мы тогда сможем точно набить третий спецприём на этих персонажей. Но я, наверное, откажусь всё же от этой идеи. Атаковать спецприёмами, главное, нельзя турнирного Куанчи. Чё, копим или копим на третий спецприём? Я вот это вот думаю. Так, ну первого мы вынесли. Хорошо, что следующий вышел Мстительный Шинок. Для меня это плюс. Я сейчас сделаю следующее. А именно, использую первый спецприём за Шао Кана. Да блин, серьёзно! What the fuck? Я просто хотел использовать ещё один первый спецприём, но он решил, что он первее сможет использовать, чем я, в спецприём. Ну, теперь у нас нет выбора. Нужно копить на рентген. И чем чаще противник будет ставить блоки, тем для нас лучше. Он копит на рентген? Ну, ты чувак совсем, что ли. Ты же не успеешь. А я успею. Ха-ха-ха-ха-ха. Ещё небольшой отхил. Но Шао Кан, к сожалению, у нас не отхилится, потому что мы убьём сейчас противника. А нет, мы не убьём. У нас же часть... Блин, у нас часть урона сейчас от... Я забыл совсем, что у турнира Куан-Чи... А нет, смотрите-ка, если, видимо, наносишь рентген, либо если наносишь фатальный урон, то, видимо, обратно урон тебе не возвращается. Либо сработало какое-то сопротивление. Чёрт его знает, как это именно работает, но рентген вроде не блочит его пассивка турнира Куан-Чи. Я просто не знаю его пассивку. Блин, у меня Шао Кан вообще нету здоровья. В вашем отряде, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Рейден, босс, тёмный, 22 тысячи урона. Скорее всего, он вынесет нашего рептилию, вынесет нашего Ермака рентгеном, поэтому надо быть аккуратнее с этим. Наверное, сразу поменяюсь вначале на завоевателя Шао Кана, и потом уже буду меняться на рептилию, после того, как он использует рентген на Шао Кане. Ну, погнали. Ну, скорее всего, мы потеряем одного из персонажей. Как же мне сделать так, чтобы не потерять? А, я знаю, как сделать, как не потерять. Я попробую затанковать Ермаком. То есть, у Ермака сопротивление урону достаточно большое. Может быть, он рентген выдержит. Может быть. Очень маловероятно, конечно, но может быть и выдержит. Поэтому сейчас мы, смотрите, как сделаем. Мы поменяем персонажа. Сразу схватаем его. Наносим огромный урон. И сейчас на Ермака поменяем. О, оглушение. Замечательно. А, не, оглушение не сработало. Обидно. Так, все, рентген пошел. И надеемся, что наш ворон Ермак выжил. Если он у нас сейчас выживет, то получается, что мы прошли с вами абсолютно все эти... Как они называются там? Так, опять он включает свою гадость. Так, первый спецприем пошел от Ермака. Такс. Рептилию. Да ты достал серьезно, но мы выжили. Так, еще раз тогда первый спецприем. Надеюсь, мы добьем его. Да, добились, смотрите. И мы прошли с вами охоту за реликвиями, не потеряв ни в одной башне ни одного персонажа. Ну, я понимаю, конечно, что мне там немного проперло. По-моему, три или четыре раза у меня срабатывало бессмертие. Самые такие, знаете, ситуации. Но там я фейлил сам. То есть можно было сыграть и вообще не потерять ни одного персонажа, даже если бы у меня не было таланта на бессмертие. Ну, в любом случае, как бы мы прошли, и никто не умер по итогу. Ведь не умер никто, не умер, а значит все нормально. И вот, последняя кварцевый змей, и мы проходим с вами охоту за реликвиями. Блин, это круто, это реально круто на самом деле. То, что мы с вами прошли и не потеряли... В прошлый раз мы теряли персонажей в различных башнях. В этот раз мы ни в одной из башен с вами не потеряли ни одного персонажа. Это очень круто. Мне это очень зашло. Ни одного персонажа. Мало того, что не потеряли ни одной души, чтобы пройти башню, так еще и ни одного персонажа не потеряли. Это прям идеальное прохождение. Еще бы хотелось найти... Следующее будет прохождение, наверное, Битвы Шаокана, И я сделаю что-то вроде того Не потерять, я не знаю, там 75% жизни ни одним персонажем Это будет круто на самом деле 18 осколочков дают нам Что-то как-то не густо, я думал побольше будет И вот 55% всего лишь завершено То есть мне еще качать, еще собирать И собирать осколки для следующего слияния Шаокана Это будет долго Но на этом я, наверное, буду заканчивать Мы прошли с вами охоту за реликвиями Победили, собственно говоря, Шаокана Вот он у нас стоит Еще много осколков, надо много Как только я выйду в главное меню, как мы видим Выходим в главное меню и все, охота за реликвиями должна пропасть Видите, ее уже нету, я не смогу в нее зайти Посмотреть даже, что я прошел в башне Не знаю, почему они так сделали Вот, допустим, те испытания, которые мы полностью прошли Они отображаются, а битва почему-то нет Ну, тут все, наверное, я буду заканчивать Увидимся с вами в различных других видосах А на этом с вами был Ник Большое спасибо за просмотр Пока-пока